Ну что, привет, ребяточки! Вы не думаете, что это я платье? Это соляная кислота, они меня облили. Они уже стоят там за дверью, и вот там с автоматами стоят. Они, по-моему, будут меня встрелять. Они будут меня встрелять. Доброго времени суток! С вами Данила Рыжкин. И, как вы уже видите, качество картинки и звука немного упало относительно моих прошлых выпусков. Это все потому, что вы все равно не распространяете мои видео, вам на меня насрать. Поэтому будем вот так вот все вести, вот такой герой заниматься, блядь. Это же, блядь, нравится людям. Когда они сидят, смотрят в экраны... БЛЯДЬ! Ты как так?! И ни картинки, ни звука. Это же нравится людям, да? Вон там у меня еще сзади будут машины ездить, я сейчас еще курить буду, вообще будет субборно. Ну, не суть. Буду сегодня такой инфошлюхой, потому что все уже выговорились по этому поводу, и, в принципе, меня тоже бесит эта вот мразь, которая сейчас уже имеет на своем канале миллион триста тысяч подписчиков. Вам, естественно, не видно, тут засвечено. Вот. Дело идет... Дело разговор, я поведу о Ферамиле. Это вот... Господи, вот у него на официальном канале, например, у него видео выходит, то, что его якобы пытаются то ли убить, то ли еще какую-то ферню с ним сделать. Господи, на 46 минутчики не выпустил видео. Вот. И вот, что к нему то ли вла... Вот, я не знаю. Сейчас, сейчас, будем искать вместе. Я не смотрел. Мы будем вместе с вами искать. Во, во, во. Ну, и при этом еще отличная актерская игра. Ферамил, привет. Ну, в общем, там, типа, его убивают, режут ножом и бла-бла-бла. Но меня смутило другое. Я... Как познакомился с этим персонажем. То есть, он у меня просто выскочил так вот. Где-то взял и выскочил. Он у меня выскочил. Ну, вот опять. Вот опять вот эта ебаная реклама. Вот, знаете, я с учетом того, что являюсь... ...в следующий раз все будет по-другому. ...из-за того, что я все-таки блогер, я не ставлю себе ей ценз, потому что я понимаю, что часть дохода идет вот с этой рекламы. Но как же она заебала-то, е-мое. И вот при этом я бородатый человек. Меня вот этот вообще, блядь, убивает! Сука! Вот. Добрый вечер, вечер, ребята. Добрый вечер, вечер. Сегодня я, Вера Мир, и... Сегодня я начну написать видео. У меня большие проблемы. У него ужасные проблемы. Он очень сильно потеет, видимо, лицом и носом. Вот особенно вот здесь. Вот, ты предан. Все. С кем я общался, они все предали меня. И угрожают, угрожают убить меня. И моим родителям угрожают то же самое, я не знаю. А еще твоим нерожденным детям угрожают, наверное, убить. Будут выжидать, когда ты найдешь себе жену. Они сами тебе жену, видимо, притащат. Чтобы ты на ней женился, мразь ты, блин, сопливая. Завел с ней детей, и они будут еще ждать, пока твои дети заведут детей. И всех вас будут вырезать. Хотя в это время ты уже будешь гнить земле. Вот, блин, нет. Окей, может быть, это, конечно, и хороший актер. Хотя, нихера это не хороший актер. Кусоки говна. Просто, блин. Я немного не понимаю, куда вектор у нас ушел, потому что это парнишка. Ну, во-первых, это парнишка, да, то есть он мужская особь, да. Человеческая особь мужского пола. О, этот парнишка, я не знаю, сколько ему лет. Давайте вместе с вами. Вот, вот, у него прямо на превью, опять же, его сопли слюни. Владислав, как он, копцев? 95-й год, это ему 10 октября. Это ему будет 21 год. Пиздец, товарищи. 21 год и такая херня. Он, во-первых, выглядит на 14 лет. Это, видимо, из-за того, что он слишком женоподобный. Я не говорю, что он любитель собирать вишню зимой и баловаться под хвост, но... Вашу жмать. Но, с учетом того, что он все-таки слишком женоподобный, он выглядит на 14 лет. И вот я вот чего... Да, вот, зашибись. Ведь люди якобы верят в то, что все это правда, якобы. Вот, Ферами... Но, блин, вот это... Мы еще дома у Ферамира. Он сейчас лежит своей крови. Мы скоро будем сваливать. Крови, блядь, крови, сука! Ну, я учился на тройке. Но крови... Если хотите, чтобы мы его оставили в живых, сделайте репост. Мы хотим, чтобы все узнали про привет от Азлагор. Ебать, блядь! Это мы попали, в общем, в 14-й, видимо, век. Вот. И есть некий, видимо, Азлагор. И он засылает своих бойцов, блядь. Они еще на кораблях к нему приплывут. Вот. Я не смотрел «Игру престола», но вот, видимо, там такая вот ситуация. Люди в масках близко! И вот карлик поднимается на игру и видит их. И вот толпа черномордах. И, к сожалению, не негров. Поднимается. Блядь, я не могу. Это просто... Да, сделайте репост, да. Сука, и это мразь, вот это типа, он не может, видимо, это удалить. И он это... Ой, я этой мрази... Ой, блядь, я не знаю, что происходит у нас с интернетом. Это же дичь. И ладно бы это был, знаете, какой-нибудь фрик, который имел бы там 10 подписчиков на YouTube, там, 3,5 тысячи просмотров и... Ну, и просто бы заседал в соцсетях. Блядь, нет! Блядь, почти 1,5 миллиона подписчиков просмотров в общем на канале, в общем на канале. Вот давайте посмотрим, сколько у него в общем на канале просмотров, твою ж, блядь, мать! 237 миллионов. 200, блядь, сука, 30, сука, 7 миллионов, сука, блядь, просмотров, блядь! Это вот как? Знаете, вот есть такой еще блогер, Афоний Тиев, он постоянно... Ну, блядь, это не блогер, у него канал так называется. Его просто как Афоний зовут, Андрей его зовут, по-моему. Не суть, блядь! Вот он сидит тоже перед экраном, и он навелет на экран. Я в основном так на отечественную рекламу ору. Но вот здесь, блядь, сука, это видео вообще ни о чем, просто мне захотелось записать эмоции, блядь, поорать на экран из-за вот этого гавана, блядь. Ой, пиздец. Вот, похоже, ну-ка, похожие, похожие каналы, Азлагор, вот здесь, Азлагор, то есть, вот, я сейчас приближу, похожие каналы, вам все равно, но видно не будет. Вот, Азлагор, сука, блядь, ой, почему я майнкрафтером не родился, а? Я не понимаю, пиздец, я не понимаю. Ладно, ребятушки, ребятушки, блядь, сука, мир в вашу хату. Ой, никакого итога не будет, я просто взбешен. Вот, до свидания.